Добрый день дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить об отцовстве и периодах развития личности. Следующий период о котором я хотел бы поговорить это период начиная с 12 примерно до 18 лет это период социализации. Мы этот период также называем подростковым, потому что в это время происходят сложности между родителями и детьми. Сегодня я хотел бы немножко объяснить почему. Дело в том, что это период социализации, период когда наш ребенок уходит из дома. Это первый такой серьезный шаг за порог отцовского дома. Если до этого времени наш ребенок был домашним, то есть большую часть времени он проводил дома рядом с нами, то после 12 лет он шаг за шагом начинает выходить все чаще и чаще, покидая нас и каждый раз это все дольше и дольше. Круг его общения меняется. Он не просто меняется, он меняется радикально. Он расширяется, включая сюда одноклассников, друзей, какие-то секции, кружки, увлечения, интернет и так далее. Его круг общения растет и растет достаточно быстро. Умение общаться, умение находить себя в этом обществе. Называется социализация. И вот здесь начинаются две, появляются, вернее, две большие проблемы, которые нам с вами нужно помочь разрешить нашему ребенку. Проблема первая, это неудача в социализации, потому что это для любого, наверное, из нас новый опыт. Мы жили в одной среде, нас все любили, нам не нужно было эту любовь заслуживать по большей части, большей части детей. И вдруг ты попадаешь в сообщество, в котором ты должен отвоевывать свое место, ты должен что-то доказывать, ты должен предпринимать какие-то активные шаги в сторону твоего принятия, твоего места в этом сообществе. Этот конфликт, другой мир, очень сложно сказывается, вот этот переход на жизни наших детей. Мы должны быть рядом, мы должны помочь. Может быть своим примером, может быть своим советом, может быть какими-то словами ободрения, но ни в коем случае мы не должны идти улаживать проблемы наших детей там. Вторая вещь, это взросление. В этот период дети понимают в какой-то момент, кто-то раньше, кто-то позже, что они уже выросли. И они вправе принимать самостоятельные решения, но пока еще не могут нести за них ответственность. И вот здесь возникает этот конфликт поколений. Решение они принимать хотят, но нести за них ответственность не то, что не хотят, они не могут. Все очень просто. Например, ваш ребенок принял какое-то решение, в результате которого он потерял мобильный телефон. Каким образом он может восполнить эту потерю? Никаким. Ответственность будем нести мы с вами. Но дети все равно очень сильно хотят быть теми, кто будет самостоятельно принимать решения, касающиеся как минимум их жизни. И наша с вами задача помочь им. Как я это вижу? Да очень просто. Когда наш ребенок рождается, он на очень коротком поводке. Мы держим его буквально на руках, мы контролируем каждый шаг. Он двигается туда, куда двигаемся мы. Он ест то, что мы ему даем и так далее. Но со временем этот поводок нужно отпускать. И вот в этот период социализации с 12 до 18 лет мы должны отпускать этот поводок аккуратно, но очень интенсивно. Доверяя больше и больше и больше и больше ответственности. Давая самостоятельно принимать решения, помогая преодолевать последствия. Не решая за них, а помогая преодолевать. Давай мы заработаем на этот телефон, давай мы сделаем еще какие-то вещи, которых я тебе буду помогать. Чтобы наши дети понимали, что они свободны. Настолько, насколько это возможно. И ограничены только свои ответы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!